Что делать? Хочется, на самом деле, отвечая на вопрос, ответить словами Рея Даля. В ситуации высокой неопределенности я предпочту обезопасить себя от неизвестных, нежели пытаться заработать на них. И это очень важное замечание, это очень важный посыл, который я хочу, чтобы абсолютно всем, с кем я сейчас сегодня в этой непростой ситуации неопределенности, коммуницирую, взаимодействую, потому что, да, я ждал кризис, и я его по-прежнему жду. Да, я говорил очень много про это и приводил, не просто говорил, то есть здесь задача не напугать, а здесь задача привести аргументы. И я эти аргументы приводил всегда, то есть никто не может меня обвинить в том, что я, когда говорил о кризисе, я заявлял о том, что, ну, какие-то все пропало, да, то есть будет жопа, да, то есть такого никогда не было, всегда была аргументированная позиция, почему это может быть. И если посмотреть стратегию, там, с 2016-го, 17-го года, насколько может упасть, я периодически это прописывал. Сегодня хочется сказать, что, ну, для всех, абсолютно для всех, чтобы вы для себя тоже эту точку зрения, эту позицию приняли. Не надо пытаться на этом заработать, нужно пытаться обезопасить себя. Я говорил о том, что вот рынок упадет, может упасть процентов на 30-40, соответственно, когда рынок упадет процентов на 30-40, я буду покупать там чуть ли не на все, да, то есть еще, может быть, плечо буду брать. Второе, сейчас я более осторожен в своих высказываниях, потому что, как мне кажется, очень не очень ситуация напоминает окончание долгосрочного кредитного цикла. Я не исключаю того, что следующие лет, там, 10-15 мы будем находиться в эпохе постоянно падающих рынков, да, и это тоже очень непросто. Поэтому в этой ситуации, опять-таки, можно отвечать словами Рейдаля, то нужно обезопасить себя от неизвестных, нежели пытаться заработать на них. И самые важные активы, о которых вам надо позаботиться, это вы и ваша семья. Что касается инвестирования, я надеюсь, что вы представите худший сценарий, подготовитесь к нему. Дело в том, что Рейдалю, вот если посмотреть его последнее выступление, понимаете, он говорит, но он говорит так мудро, чтобы его за язык не поймали, да. Он вот такими размытыми формулировками, да, но вот я надеюсь, вы представите худший сценарий и подготовитесь к нему. Но вот что такое худший сценарий в нашем представлении? Ребята, напишите вот в вашем представлении худший сценарий. Вот если бы вы от Рея Рейдаля услышали слова, не от Максима Петрова, не от Макс Капитал, да, а вот от человека, который там с 80-х годов говорит, что он там очень крутой инвестор, и вот у него изнутри идет такой посыл. Представьте худший сценарий и подготовьтесь к нему. А самые важные активы – это ваша семья и ваши дети. Что тогда делать? Вот люди пишут, много лет падают рынки, великая депрессия, когда мы все умрем, рынки падают на сто процентов, а кэша покупать нет, потеря капитала и источников дохода, все обесценится, денег забрать негде, потерять все сбережения и квартиру, худший сценарий доллар обесценится, как в России в конце 90-х, рынки упадут, да и не обесценится. А вот теперь, ребят, прочитайте все эти комментарии и представьте, что это все вместе. На падающем рынке вам запретят шортить и принудительно закроют ваши шортовые позиции. Уберут из обращения индекс WIX и не будет инструментов на покупку волатильности. Доллар будут обменивать только в Америке. Активы при этом будут падать и не то, что не будет кэша. Что значит не будет кэша, друзья? Значит, что контрагента просто не выдержит. Какие-то сделки с контрагентами, что приведет к банкротству каких-то брокеров. Вот опять, смотрите, я хочу вернуться к этой фразе, да. То есть Далио – это очень мудрый и классный мужик, очень сильный. И опять-таки большинство людей, которые его читают, слышат, да, то есть они могут что сказать? Ну, упадут процентов на пятьдесят, на семьдесят. Видели мы и Ситибанк, когда падал на девяносто процентов. Видели мы, как Фенни Мэй и Фредди Мак спасали. Видели, как Джем спасали. Может быть, что-то из этого. Но далее очень правильные вещи говорит. Я надеюсь, вы представьте худший сценарий, когда вот этого всего не будет. И в этом случае вопрос о том, что делать – это высокая неопределенность. И, соответственно, здесь нужно обезопасить себя от неизвестных, нежели пытаться заработать на них. И самые важные активы, о которых нужно позаботиться – это вы и ваша семья. Это хорошее здоровье, это хорошее питание, чтобы у вас, вне зависимости от того, вы должны думать над тем, чтобы у вас это было и здоровье, и питание, продукты питания, чтобы они были доступны для вас. И здесь мы опять приходим к вопросу какого-то, не знаю, земельного участка, вне зависимости от того, что происходит в экономике, чтобы вы туда, если что, могли вернуться, чтобы вы могли просто выращивать и пригласить туда людей, которые будут… Вы не сами будете выращивать, вы будете говорить, вот вы можете выращивать себе, часть брать, часть мне. И это очень такой глубокий подход, очень осторожный, но смотрите выше, смотрите больше, что человек хочет в этом сказать. Фраза абсолютно нейтральная, но фраза очень глубокая, я к которой отношусь очень и очень серьезно.